В Брянской митрополии прошли торжества, посвященные празднованию Успения Пресвятой Богородицы. Глава митрополии, митрополит Брянский Исевский Александр возглавлял богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Брянска. А глава недавно образованной Клинцовской епархии, епископ Клинцовский Трубчевский Сергий, молился со своей паствой в Успенском храме города Мглин. Праздник Успения такой же парадоксальный для обычного мирского человека, как, наверное, и большинство православных праздников. Радостным событием становится смерть человека. Но окончание земной жизни воспринимается светло, потому что это начало жизни вечной. И если речь идет о праведнике, то жизни с Богом. Пресвятая Богородица была человеком удивительной чистоты души. С детства она жила в молитвах и общалась с ангелами, соблюдала заповеди Божии. Со смирением принимала то, что посылал ей Господь. И когда она умерла или, как говорят, уснула, то она перешла к Богу. Сам Господь Иисус Христос принял ее душу, как изображается на иконах. И Пречистая Дева стала еще ближе к Нему, и еще горячее стали ее молитвы обо всех нас. Как отметил митрополит Брянский Севский Александр, обращаясь к своей пастве, нам остается только благодарить ее за ее постоянную заботу о нас. Матерь Божия всегда слышит наше воздыхание. Нам только надо быть благодарными ей за это. А благодарностью за это ей может быть наша добрая христианская жизнь. Единомыслие, любовь между нами, понимание, желание облегчить друг другу жизнь, особенно тем людям, которые в этом остро нуждаются. Это дети, молодежь, это наши родители, бабушки престарелые, которые отдали им свое здоровье, свои силы, воспитывая нас, давая нам образование, заботясь о нашем благополучии, о нашем будущем. С радостью поздравлял с праздником Успения свою паству и глава Клинцовской епархии, входящей в Брянскую митрополию, епископ Сергий. Архипастер возглавил богослужение праздничного дня в старинном храме города Мглина, построенного в середине 19-го столетия. Эта величественная церковь была возведена в память об избавлении города от грабежа наполеоновских войск. В день престольного торжества здесь было многолюдно. Сегодняшний наш праздник совсем не повод для скорби и уныния, а наоборот – праздник, радость и счастье. Потому что Матерь Божия не умерла, а перешла в другой мир и стала еще Духом Своим ближе к нам. Стала нам, для нас, нашей Небесной Матерью, ходатайцей и заступницей. И это хорошо знает верующее сердце, как Благодаря Божия отвечает на молитву тех, кто прибегает к ней со своими радостями, скорбями, печальными, болезнями. И на все это отвечает наша Небесная Матерь. Она учит нас терпению и несению своего жизненного креста, как она сама несла Свою крест в течение своей жизни. Нужно беречь каждую минуту своей жизни, стараться жить по заповедям, подражая Пресвятой Богородице, чтобы достичь настоящего успеха, спасения души. Достичь успеха – достичь успения. Не умереть, но перейти в жизнь вечную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова